здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на своем канале и сегодня как вы уже поняли будет обзор посылки опять у меня очередная посылка с орхидеями и заказ я делала у швейтера заказывала я аж в середине января но так как на тот момент погода стояла ужасная были морозы он растение мне зарезервировал и вот буквально несколько дней назад я получила уведомление что наконец-то моя посылка уже в пути постояла она у меня часика два вот и откуда я забирала там тоже было тепло так что больше уже решила не ждать и вот вместе с вами хочу ее открыть здесь не только орхидеи я также заказывала кору и кое-что еще и как я понимаю тут посылка из двух частей до в одной видно растение а в другой уже кора и аксессуары довольно плотно посылку упакована наверное я все-таки попробую открыть самостоятельно и уже потом к вам вернусь ну вот раскрыла я наконец-то эту коробку она состоит из двух частей в одной растения а здесь уже то что мне нужно было непосредственно для орхидеи и вот я заказала две такие корзинки для своих станка пей мои уже прилично подросли место и мало так что мне нужно было срочном порядке их пересаживать вот такие вот замечательные корзинки я думаю им надолго хватит также заказала я кору это фракция 2 и 3 я очень часто приобретаю швартера кору она действительно хорошего качества мне нравится и заказала также это должна быть фракция 3 и 4 да я не знаю видно вам или нет тут два слоя целлофана но это довольно таки такая знаете крупная кора хорошая очень фракция для котлей подходит так ну и приступим уже к распаковке самих орхидей насколько я вижу они просто в этом целлофане и просто в бумаге да также вот присутствует такой вот пакет это для утепления для нагрева это многие поставщики вкладывают особенно конечно в зимний период здесь инвойс и вот это вот реклама ну как всегда там наверное представлено что новое у них даты выставок все поставщики вкладывают так очень интересно все равно какое-то волнение присутствует потому что я надеюсь что выслал не именно то что я зарезервировала что я просила и начнем с этого маленького сверточка скорее всего это именно та орхидея которой я вам говорила что будет очень интересное растение я давно и очень хотела размышляла но потом все таки решила что не это обязательно она должна быть у меня в коллекции так что я думаю это она и есть бумага на ощупь сухая но знаете вот можно сказать что слегка слегка так влажноватая но в основном больше про нее скажешь что она сухая так здесь старая бумага которая уже чуть влажноватая не мокрая не влажная так и то по моему это она у оля на вот вот она эта красавица миниатюрная моя орхидея которую я очень ждала и вот она с цветоносом было у него взрослое растение которое без цветоноса но вот я решила уж разбрать то с цветоносом точно замечательное растение качество отличное корешки просто потрясающие вот видите растущие немножко субстрат осыпался но это ничего и вот она называется амиссиелла монтикола это миниатюрная орхидея пример цветения ее и остальных я как всегда вставлю в конце видео я очень надеюсь что этот цветонос продолжит свой рост продолжится формироваться бутончики и в конечном итоге я увижу ее цветение и конечно обязательно с вами поделюсь и расскажу об этой орхидеи вот корневая отличная вот этот корешок даже снизу пророс пересаживать я растение не буду не хочу его травмировать и так стресс пересылка вот просто надо будет какой-нибудь не кашпо его посадить что под корешок тоже питался жалко такой длинный так отставим вот эту малышку и перейдем сейчас к следующему растению сразу скажу это фаленопсис и так посмотрим где кто растения взрослые были представлены как взрослые растения вернее готовые к цветению малышей уже стараюсь не брать потому что их и так у меня очень много хотя я конечно на люблю наблюдать за их ростом развитием но уже хочется чтобы было цветение побольше поэтому если когда есть выбор то конечно я всегда выбираю уже взрослые растения но все равно бывает и так вот что хочешь растение ну вот она маленькая ну вот все равно приобретает так мой детский сад и потихоньку развивается эта бумага влажноватая значит здесь второй слой тоже влажный и еще и третий слой который очень влажный и по-моему да о боже еще из цветоноса какая прелесть это тоже очень интересный фаленопсис надо же с цветоносом я не ожидала вот порадовал называется он салус прогресс конечно при при его приобретении акцент был сделан на его листья очень необычный окрас вот даже через камеру смотрю как будто они даже черные посмотрите этот новый листик замечательный молодой такой блестящий и этот не такой вот он более зеленый с таком таким бордовым окрасом но этот новый лист просто потрясающий мы уже я надеюсь что он тоже не засушит цветонос и я все-таки увижу его цветение цветочки тоже у него потрясающие и он ароматный так завернут целлофан полностью посажен мох сейчас я раскрою до конца чтобы вам тоже показать самой посмотреть какое же там состояние так мог насколько я понимаю в прилично влажный да ну вот трудно конечно им отправить сухое растение но ладно я там благодарна за это цветонос что в принципе да ну вот один корешок я увидела так чтоб сказать много у него корней нет ну мог это не проблема я его так и оставлю пересаживать не буду так вроде с шейкой тоже все в порядке я умею поливать растения которые сидят полностью вам их во мху у меня самой есть некоторые фаленопсис такой посаду что за листик потрясающий так что это не трудно откуда уже когда растение цветет то скорее всего я его все-таки пересажу вот такой вот замечательный фаленопсис саус фрагранс что у него за аромат тоже не знаю просто было представлено что ароматный и не с необычным окрасом листьев ну и этот фаленопсис надеюсь тоже хорошо доехал сюрпризов у него не будет потому что там просто был представлено как растение готовое к цветению но не цветущие то есть без цветоносов и без бутонов так это бумага тоже влажненькая как и предыдущие в общем сам в самом отличном состоянии приехала ами села монтикола это все тоже влажная думаю наверно тоже тут посадка в мог полностью и да точно и вот этот фаленопсис хотя он тоже выглядит очень хорошо и ой единственное тут вот у нас какое-то пятнышко пятнышко мокрое да и тут это уже неприятно да растение мокрое и видно листья были вплотную к друг другу и в общем там что-то пошло я думаю что то какая-то бактериальная инфекция так ну а так в принципе и да это фаленопсис сога пони я думаю многие знают как он цветет так по корням корешки у нас есть и довольно немало здесь все хорошо да ну вот это пятнышко конечно неприятно но не так страшно потому что я это все обработаю и скорее всего я их просто вырежу да потом сделаю какую-нибудь кашицу из фунгицида и вот это все обработаю да ну а так он посмотрите какой корешок да все хорошо вот еще какой малыш идет свеженький здоровенький так принципе растение не в плохом состоянии а с этими пятнами я точно разберусь и это не страшно на может этот листик вообще удалю а это пятнышко вырежу вот новый молодой листик у него просто замечательный отличное все таки да и пересаживать я его точно буду ну вот такие три орхидеи пополнили мою коллекцию очень моя долгожданная миниатюра надеюсь скоро буду лицезреть ее цветение и вот этот салевс прогресс тоже я очень-очень рада и довольна на картинке смотришь совсем другое а вот так вот живую просто цвет листьев потрясающий да еще и цветонос в общем очень-очень я довольна и с этой тоже думаю проблем не будет главное новый листик у нас хорошая остальное уже не проблема разберемся вот такие вот три орхидеи и пополнили мою коллекцию на этом буду наверное с вами прощаться и следующем ролике уже хочу сделать обзор своих стангопе их и у их у меня всего 2 но до этого я не показывала сейчас начну потихонечку ну что ж дорогие друзья до новых сны и и и и